В МГУ имени Ломоносова завершила свою работу Международная научно-практическая конференция Европейской ассоциации журналистского образования «Журналистское образование без границ». И, как вы знаете, ЮРГУ является институциональным членом Европейской ассоциации журналистского образования. И на конференции декан факультета журналистики ЮРГУ, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Людмила Шестеркина, представляла наш вуз. И сегодня она у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Петровна, расскажите, какие проблемы журналистского образования обсуждали преподаватели и ученые на этой конференции? Ну, во-первых, на этой конференции присутствовали преподаватели из разных стран. Это из Америки, из Болгарии, из Германии, Финляндии, Австрии, Франции. И все мы были озабочены тем, что журналистика приобретает новые черты. Соответственно, должно меняться журналистское образование. Поэтому, по большому счету, мы обсуждали новые границы журналистики профессиональной или чему и как учить журналистов-студентов. Но, если я не ошибаюсь, именно так звучит тема вашего доклада. Да-да-да. Наш доклад Южноуральского государственного университета был одним из центральных докладов на этой конференции. И мы, конечно, предложили свое видение развития ситуации всем нашим единомышленникам, всем медиа-специалистам из разных стран. А какие медиа-явления влияют на журналистику и журналистское образование? Конечно. Вот именно об этом и шла речь, что профессиональная журналистика действительно меняет свои границы. Почему? Потому что существуют реальные медиа-процессы, которые меняют нашу профессию. Во-первых, мы попытались выяснить, как люди, работодатели, журналисты, скажем, преподаватели, студенты вообще понимают сегодня профессию журналиста. Одни ее понимают как призвание, другие – как род деятельности, третий – как хобби, четвертый – еще как-то. Но слава богу, что вот это понимание журналистики как призвание, оно, может быть, романтически звучит, но оно присуще большему количеству респондентов, которые участвовали в нашем опросе и в нашем исследовании. И новые границы профессиональной журналистики связаны с тем, что появились такие процессы, как вирусный редактор, универсальная журналистика, контентный дизайн. И еще мы предложили 10 медиа-процессов очень современных, которые реально меняют нашу профессию. А что в связи с этим надо делать в журналистском образовании? Чему учить важно, а чему не обязательно? Чему можно вообще не учить? Надо же сосредоточиться в этом многообразии. И я тоже очень рада, что наши респонденты, а именно медиа-специалисты, работодатели, студенты и преподаватели, скажем, на первое место почти единогласно, от 80 до 90 процентов предпочли обучение журналистов-студентов универсальной журналистике. Но поскольку вы обучаетесь у нас на факультете журналистики, знаете, мы давно культивируем эту идею. Мы рады, что вот даже по прошествии многих лет, когда факультет журналистики действительно считает это своей центральной задачей, это нашло отклик и понимание, и такое единодушное принятие у медиа-специалистов не только России, но и зарубежных стран, это значит, что мы находимся на правильном пути. А вы встречались с президентом Европейской ассоциации журналистского образования Ника Дроком? А как же! Это была тоже наша одна из главных встреч, мы очень обрадовались этой встрече, Ника тоже обрадовалась этой встрече. Мы обсуждали с ним очень важные вопросы и проблемы. Наша кафедра, наш факультет и наш университет являются одним из активных членов Ассоциации европейского журналистского образования. И о чем мы договорились? Во-первых, мы пригласили Ника снова к нам в марте на наш форум «Коммуникационный лидер». Он дал согласие, будем рады, если ничто не помешает нам встретить его снова и провести мастер-классы и обмен опытом. Ну и самое главное, обсуждались перспективные планы развития Европейской ассоциации. Европейской ассоциации журналистского образования. И они таковы. В Австрии следующая конференция пройдет в 2018 году, потом в 2019 году будет Франция, и в 2020 год Южноуральский государственный университет станет научной площадкой для проведения следующей конференции, которая будет называться «Журналистское образование без границ». И тогда все флаги в гости будут к нам. Будем готовиться к этому важному событию. Тогда удачи всем нам и успехов в проведении конференции. Спасибо, Ольга. А я напоминаю, что у нас в гостях была декан факультета журналистики ЮРГУ, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Людмила Шестеркина.